Каждый из нас по-своему планирует то, как праздновать значимые даты своей семьи. Десятую годовщину нашей свадьбы мы решили отпраздновать нестандартно и традиционно в ресторане с тостами, столами ломящимися от еды и танцами, а приняли решение посетить 10 достопримечательностей Соединенных Штатов Америки. Отправной точкой путешествия стал Лас-Вегас, город из которого легко добраться к застывшему в вечности великому каньону, сочетать арки в национальном заповеднике арки, позагорать на окаменелых деревьях в раскрашенной пустыне, спуститься в фантастический мир каньона Антилопы. Но начнем наш рассказ с самого начала. На языке индейцев Наваха название каньона Антилопы звучит «Хас-де-Свази», что означает «спиральные каменные арки». В прошлом году мы открыли для себя красивое место на западном побережье Америки. Каньон Антилопы имеет своих два как бы независимых что-ли блока и разделяется на верхнюю антилопу и нижнюю. И в прошлом году, когда мы путешествовали по этой дороге, мы посетили почему-то только верхний блок этого совершенно удивительного по красоте, потрясающего по формам и совершенно необычного по цветам уголка или точки на этой планете. Среди палящей пустыни, среди палящего солнца ты спускаешься вниз по ступенькам и попадаешь в подземное царство сил природы и ты видишь совершенно другие краски, которые ты не привык никогда. И сейчас совершенно необычное, потрясающее время для посещения этого каньона. Конечно же, это очень впечатляющее зрелище, красивое, завораживающее. Кажется, что ты попадаешь в другой мир, совершенно нереальный, какой-то космический. Такое ощущение, что природа не могла такое создать. Но природа создала этот каньон ветром, в основном водой. Когда идут дожди, муссонные дожди в июне-июле, весь этот каньон до верху наполняется водой. Именно в результате внезапных наводнений, которые вымывали песчинки из скал, создавались причудливые формы стен каньона. За сушливые месяцы, переносимый ветром песок полировал узкие стенки щелей, создавая изогнутые, извилистые, фантастические завихрения камней. Кто-то сказал, что фотограф не может считаться профессионалом, если ни разу не побывал в антилопе. Не удивительно, что фотографы со всего мира совершают сюда паломничество и охоту на сношебательный кадр. Поверьте на слово, в любой день здесь много народу. Если ты в группе, приходится идти гуськом друг за другом, почти не останавливаясь. Именно поэтому мы заплатили дороже и взяли фототур отдельно от туристических групп, двигаясь и снимая в своем ритме. Самое интересное, что на видео и фото каньон антилопы получается еще красивее, чем в реальности. И все потому, что некоторые оттенки скал недоступны человеческому глазу. Поэтому богатство красок и нюансы полутонов как бы проявляются потом на фото. Мне бы хотелось, чтобы каждый мог увидеть и оценить эту красоту своими глазами. Существует множество историй о том, как был открыт каньон антилопы. Самое распространенное гласит, что примерно в 1931 году 12-летняя девочка из племени Навахо посла овец недалеко от этого места. По пути она забрела трещину в стене из песчаника, где была потрясена увиденным. Лучи света играли красками на каменных стенах пещерообразного каньона. Они-то и были самым удивительным зрелищем. Извилистые, словно застывшие и окаменевшие волны необычного малинового, красного и бурого цвета. Некоторые старейшины племени Навахо утверждают, что в этих расщелинах до сих пор живут духи, которые оберегают и охраняют их племя. И несмотря на то, что два каньона Верхняя и Нижняя Антилопа давно стали парком для посещения туристов, индейцы племени Навахо продолжают совершать здесь священные обряды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подниматься и спускаться по такой лестнице без перил с кучей аппаратуры совсем не легкое занятие. Но, учитывая, что раньше здесь были веревочные лестницы, можно только сказать спасибо за устойчивые ступеньки, крепко привинченные к скалам. В подземном царстве антилопы мы пробыли всего час, а впечатление осталось на многие годы вперед. Чтобы развеяться и прийти в себя после фантастических видов Нижней Антилопы, мы затеяли поездку на озеро Пауэлл, которое является водной границей между Ютой и Аризоной. Благо, это было совсем недалеко. Там мы погрузились на очень симпатичный кораблик Houseboat, так называемый плавучий домик, и отправились в водное путешествие. Как оказалось, через озеро можно приплыть к каньону Антилопы, но как бы с другой стороны. Вдоль береговой линии озера огромное количество причалов, где пришвартованы Houseboats – плавучие домики. Наш гид сообщил, что эти домики можно арендовать или купить. Многие селебритис давно имеют в пользование такие плавучие дома. Здесь, отплыв немного от берега и затерявшись в одном из водных рукавов, можно спрятаться от всего мира и насладиться тишиной. Озеро Пауэлл – это второе по величине водохранилище в США, расположенное на реке Колорадо. Рукотворное озеро достигает 299 километров в длину, 40 километров в ширину и 40 метров в глубину. Озеро было названо в честь майора Джона Уизли Пауэлла, ветерана войны между Севером и Югом. Майор потерял руку в одной из баталий, но это не помешало ему в будущем возглавить несколько научно-исследовательских экспедиций по изучению реки Колорадо и Грэн-Кэннина в 1869 году. Пауэлл прославился не только как военный деятель, но и как исследователь, картограф, писатель. Получивший самообразование, он стал профессором геологии, а с 1881 года стал директором Федеральной геологической службы США. Помимо этого, Пауэлл интересовался культурой коренных обитателей Америки и изучил несколько индейских языков. Плыть по озеру – одно наслаждение для глаз и души. Изумрудные и синие воды озера контрастируют с оранжево-красными скалами песчаника. Они создают уникальное отражение и игру красок на воде. Захватывающе выглядят каменные стены, обрамляющие озеро. Мы подплывали так близко к ним, что можно было их коснуться рукой. Озеро Пауэлл похоже на лабиринт. Его береговая линия изрезана сотней впадающих в основное русло больших и малых каньонов, часть из которых достигает многих километров в длину. И в них, в свою очередь, впадают другие, более мелкие каньоны, что с высоты птичьего полета создает невообразимо фантастически прекрасную картину. Озеро давно считается туристической мэкой. И здесь есть чем заняться. Экскурсии, плавание, катание на каяках, ловле рыбы. Одним словом, не отдых, а калейдоскоп впечатлений. И, конечно же, Голливуд не смог обойти стороной такую природную красоту. Озеро появляется во многих фильмах, таких как «Гравитация», финальной сцене, фантастическом фильме «Джон Картер», «Доктор Ху» и многих других. Озеро появляется в «Джон Картер», «Джон Картер», «Джон Картер», «Джон Картер» Час экскурсии пролетел незаметно. И вот мы уже почти на берегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это тот самый корабль, на котором мы сделали небольшое путешествие, ровно на один час. Сначала по реке Колорадо, вниз по течению, а потом, уже повернув на каньон Антилопа, мы поднялись еще на 70 метров. Для того, чтобы образовалось озеро Пауэлл, потребовалось чуть больше 17 лет. Спустя 17 лет мы видим Лейк Пауэлл в своем величии, в котором он находится сейчас. Река Колорадо была заблокирована чуть ниже селения Пейдж. Дамбой под названием Глен Кеннион Дамб. Селение Пейдж представляет собой такой вроде бы конгломерат, состоящий из нескольких энергетических станций. С одной стороны, это станция, которая работает на угле, который добывают в шахтах местные племена индейцев, и сжигают потом в теплоэлектростанции, и эта вся энергия уходит на запад. В первую очередь это Лас-Вегас, и во вторую очередь это Лос-Анджелес. Ну все, славно отдохнули, и время двигаться к следующей достопримечательности. По пути к национальному парку Зайон мы проехали по краю национального монумента Грэн Стэркейс Эскаланты и увидели ее – Кроссвернер Арч. Пришлось остановиться. Ну как пропустить такую красоту? Кроссвернер Арка высотой 45 метров. Чтобы представить ее размеры, это примерно 17-этажный дом. Эта арка уникальна своей двойной аркой, а еще издалека она похожа на замок, где на самом верху в башне томится принцесса и ждет своего ненаглядного принца. Арка была названа в честь президента географического общества Гилберта Кроссвернера, который стал первым штатным редактором журнала National Geographic. Сам журнал, который мы любим, был основан в 1888 году, и по сей день это одно из самых популярных изданий в мире. National Geographic издается во многих странах на разных языках, ну, а с приходом интернета его можно читать онлайн. Вот такая интересная история, связанная с этой аркой. Внезапная встреча на горной дороге. Семья в раритетном Бентли любезно позволила себя поснимать. Судя по всему, это один из самых первых экземпляров Бентли, которые появились в 1919 году. И вот, спустя ровно год, мы снова в национальном заповеднике Заян. В прошлом году это была обзорная экскурсия, но об этом мы решили познакомиться ближе с этим чудесным парком. Оставим машину пройтись, выбрав приемлемый маршрут. И совершенно неожиданно у нас получилось фантастическое пешее приключение. Мы находимся в национальном парке Заян. Это штат Юта. Это один из самых больших и самых красивых национальных парков Америки. И мы сейчас стоим в районе Нерроус, самого узкого места в центре реки Вирджин, или девственной реки, которая является хозяйкой данного каньона. К кистоку мы поднимаемся только по воде. Поскольку у нас не было специальной обуви, чтобы ходить по воде, пришлось разуться и идти вброд босыми ногами по камням. Это нелегкое и подчас опасное занятие. Стремительный горный поток пытается свалить с ног, а дно усыпано камнями и валунами разной величины. К тому же скользко, и надо с каждым шагом нащупывать устойчивый камень, чтобы не упасть и не повредиться. Но несмотря на трудности, Денео Робс остается одним из самых любимых и популярных маршрутов у туристов, особенно в жаркие летние месяцы. Мы шли вдоль реки еще несколько часов. Это мой первый опыт прохождения горной реки в рот пешком без обуви. Вода здесь чистая, прозрачная. Ты идешь и видишь полностью дно, красивые камни, песок, босыми ногами по горной реке. В жару море удовольствия. Жарко, ногам прохладно. Везде то тень, то деревья нависают. Ярко-синее небо, ни одного облачка. Это все, о чем можно мечтать в отпуске. Уровень воды в ущелье разный. То по косточке бредешь, то можно провалиться по пояс. Но все трудности компенсируют окружающие виды. Осоченные скалы из песчаника Наваха, водопады, море зелени, а сверху яркое небо и пение птиц. В этом месте можно бродить с утра до вечера, не замечая времени. Подчас встречались на первый взгляд непреодолимые преграды, но любопытство и жажда новизны толкали нас вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ну и конечно же, в завершении нашей прогулки бонус. Встреча с природой буквально лицом к лицу. Белки совершенно раскорбленные, наглые и бесстрашные. Они давно привыкли к туристам и ждут вкусняшек. Олени тоже не пугливы, спокойно пасутся и прячутся в тени. Вообще, парк Зайон является домом для 75 видов млекопитающих. Почти 300 видов птиц и населяют они 4 жизненные зоны заповедника. Пустыню, Тугай – это пойменные леса, редколесье и хвойный лес. В нашей копилке впечатлений уже 9 изумительных мест, которые мы посетили. После заповедника Зайон мы стали двигаться в сторону Лас-Вегаса. По дороге запланировали найти еще одно удивительное место, которое видели лишь на фото в интернете. Это Лидл Финланд, маленькая Финляндия. Мы долго блуждали на машине по каким-то неасфальтированным тропам, засыпанным гравием. И когда уже устали искать, видимо, свернули не туда. Решили вернуться к исходной точке, к асфальтированному хайваю. Но что-то пошло не так. У нас лопнуло колесо. В пустыне на жаре 40 по Цельсию, почти без воды, бензина, а также без инструментов, чтобы поменять колесо, занятие не весьма приятное. Особенно, когда нет связи. Это же пустыня, здесь нет телефонных вышек. Забравшись на крышу машины, мы с трудом поймав сигнал, дозвонились в близлежащий сервис и ждали механика почти 2 часа. Повторюсь, на жаре 40, почти без воды и бензина. Поэтому пришлось поэкономить. Мотор не включали, чтобы запустить кондиционер. Приехавший механик очень быстро нам помог. Хотя и не переставал удивляться. Что же здесь искали вы, ребята? Слыхать не слыхивал о маленькой Финляндии среди пустыни. Ну что ж, мы оставили поиски этого места для другого раза. А вот долину огня долго искать не пришлось. Это очень известное и посещаемое место неподалеку от Лас-Вегаса. Можно сказать, что это жемчужина природной красоты среди пустынных земель. Когда приезжаешь сюда первый раз, увиденное повергает в шок. Ощущение, что вокруг застывшие языки пламени. Буйство красок и переливы оттенков. От красного, нежно-розового, кораллового до фиолетового, от желтого до молочнокремового. Просто невозможно поверить, что это все не на другой планете, а на Земле. Долина огня – это 46 тысяч акров территории, покрытые отложениями ацтекского песчаника. Сформировали эти чудесные волны, изящные арки и каменные языки пламени, движущиеся песчаные дюны 150 миллионов лет назад. В этой прекрасной долине в доисторическую эпоху жили люди, чему есть доказательства – петроглифы или наскальные рисунки. На скалу Атлант даже сделали лестницу, чтобы была возможность их поближе рассмотреть. Хочется отметить, что на всей территории парка удобно размещены зоны отдыха с навесами, столиками и лавочками, а также другие очень нужные удобства. Живописная дорога ведет путешественников через все самые привлекательные достопримечательности, но к некоторым организованы пешие трейлы. Вообще трудно мне вообразить то, что я сейчас хожу по некогда дну морского обиталища. 500 миллионов лет назад именно в этом месте была вода. То, что мы сейчас видим – это застывший огонь в камне, плод некогда очень активного вулканического извержения. Долина огня является очень популярным местом для съемок фильмов, а также автомобильных рекламных роликов и другой коммерческой фотографии. Так, например, в нашумевшем блокбастере «Трансформеры» была снята сцена, где автоботы едут вдоль долины с другими военными транспортными средствами во время заката. Не менее известный фильм, который тоже снимался здесь – это «Вива Лас-Вегас» с Элвисом Пресли в главной роли. Ну и конечно же не обошлось без ностальгической поездки. В далеком 2006 году мы тоже посещали этот парк – Red Rock Canyon, но не снимали видео. Так что в этот раз мы совместили поездку со съемкой этого прекрасного и необычного места. Издалека яркое пятно красных скал вписано в сиросизую городу Бор. Сейчас 2014-й. Мы приехали вновь спустя 8 лет в эту замечательную пустыню, в этот каньон, который называется Red Rock Canyon. Вот это необычное место, которое нас примагнитило еще в далеком 2006-м впервые. Здесь еще ничего не было, здесь не было этих лесенок. Здесь были очень такие узкие битые тропочки, может быть, турами, скорее всего. Кое-где следы человека. Но эти следы человека были совершенно зверски проявлены. Здесь был пожар. Конечно же, это могло быть результатом удара молнии, но молния здесь, наверное, очень редкое явление, поскольку влажность атмосферная, например, сейчас примерно 5%. История этого места очень сложная. 600 миллионов лет назад в Палеозойскую эру это было дно океана. В Мезозойскую эру 250 миллионов лет назад земная кора начала подниматься из-за тектонических сдвигов, и здесь появились дикие леса и болота. Но с течением времени, миллионы лет, как правило, климат изменился, и эта местность превратилась в пустыню. Мы пообещали себе, что в следующий раз тщательно исследуем Red Rock Canyon. Здесь 26 пеших маршрутов, и всегда вдоль таких тропинок находятся жемчужины, скрытые от пристальных глаз и шумных дорог. А поскольку наш отпуск подходил к концу, последние деньки перед вылетом мы запланировали провести в Лас-Вегасе. В этот раз мы обстоятельно обошли центр Лас-Вегаса, его основную артерию Street, где расположены самые известные и самые дорогие казино. Но нет, и не для того, чтобы играть. Дело в том, что каждое казино, а это не только игорные залы, но и целые комплексы, куда входят гостиницы, рестораны, магазины и театры, известны своими уникальными и неповторимыми интерьерами, которые часто создают известные дизайнеры. Город поражает обилием зелени, деревьев, пальм, цветов, которые растут как на улице, так и внутри зданий. Особенные изюминки считаются в скульптуре жилых цветов. В тот раз мы были потрясены, увидев карусей, лошадей и воздушный шар, созданных из десятков тысяч белых и красных роз. Интерьер каждого казино соответствует его названию. Например, Сизер Палас, дворец Цезаря. Здесь все выдержано в стиле Римской империи. Колонны, статуи, огромные бассейны и даже мощные водопады. Беллажо славится, ну, во-первых, своим шедевральным потолком из разноцветных стеклянных цветов. Эти цветы изготовлены вручную художником-стеклодувом Дейлом Чихули. Потолок состоит из двух тысяч цветов и изгибы их лепестков неповторимы. А еще Беллажо славится инсталляциями живых цветов. Каждый сезон новый сюжет. Ну и, конечно же, гигантский шоколадный водопад. Ну как пройти мимо? КАЗИНО ФЛАМИНГО Есть свой небольшой зоопарк с розовыми фламинго, уточками, пеликанами и даже рыбками. И все это великолепие среди обалденных зеленых зарослей. Почти в любое казино можно перейти по специальным переходам внутри зданий, что очень удобно в жарко-летнее время. Внутри прохладно, да и глаза цепляются за витрины модных магазинов и известных брендов. Ну и, конечно же, интерьеры. Просто диву даешься. Столько труда и фантазии вложено, чтобы привлечь народ. По количеству монеток, брошенных в фонтан, чувствуется, что люди хотят вернуться сюда снова и снова. И мы, конечно же, не исключение с правил. КАЗИНО ВЕНЕЦИИ Казино Венеции – это реально мини-копия Венеции. Начнем с того, что на втором этаже здания создан канал, где на гондулах катаются туристы, а гондольеры поют им неаполитанские песенки. По бокам канала расположены милые итальянские ресторанчики и бутики. Вегас прекрасен, особенно ночью. Море огней, музыки, всевозможных аттракционов. Здесь не замечаешь времени и можно так бродить до утра, пока не натрешь мозоли на ногах. Ну и, конечно же, этот город славится огромным количеством шоу, концертов и театральных постановок. Вы посетили шоу КАЗ – цирка Дю Салей. Впечатления незабываемые. Ну и как пройти мимо шоколадной статуи свободы в фирменном магазине Хершес? Настоящим открытием в тот раз для нас стала улица Фримонт. Для привлечения туристов в 1995 году ее накрыли куполом, который в то же время является огромным экраном, состоящим из 12,5 миллионов светодиодных дисплеев, которыми управляют 10 компьютеров. Здесь демонстрируют захватывающие световые шоу, а также концерты известных исполнителей. Ну а сама улица – это скопление огромного количества баров, плотной толпы снующих туристов, ярких, фриковато одетых местных актеров. Здесь также можно увидеть шоу просто на барных стойках. Ну и, конечно же, фонтаны Беллажево – это заключительный аккорд нашего прекрасного путешествия. Вот и подошла к концу наша поездка. 16 дней пролетели как единое мгновение. И вот мы опять в аэропорту Лас-Вегаса. Но мы уже в другом качестве. Мы возвращаемся домой, в Нью-Йорк. С 22 мая по 8 июня прошел вообще как одно мгновение этот совершенно незабываемый трип, который мы назвали «10 places to see». То есть 10 мест увидеть. Мы, наверное, увидели тысячу мест. И даже те места, которые мы уже посещали, и посещали неоднократно, сейчас как-то выглядели совершенно иначе. И мы совершенно чувствовали себя по-другому. И, конечно же, весь тот материал, который мы отсняли, мы будем, наверное, смотреть и пересматривать долгими зимними вечерами, особенно после того, как уйдем на заслуженный отдых. Но это еще будет совсем нескоро. Суммируя, подэтаживая, конечно, очень много всего хотелось бы еще увидеть. И, наверное, это не суждено все сразу, поэтому что-то надо оставить на потом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...